Антитеррористическая комиссия и оперативная группа проводят совместные заседания по пресечению терактов в Чистополе. В командно-штабных учениях принимают участие руководители организации и предприятий. Перед всеми поставлена задача ввести в действие первоочередные меры по предупреждению угрозы. Ровно на сутки в муниципальном районе установлен высокий уровень террористической опасности. Условно под угрозой находится одна из школ. План действий озвучен четко. Проводим практические занятия по эвакуации у учащихся. Далее мы проводим обзвон учреждения образования всех. Предупреждаем о том, что на сегодняшний момент у нас получен такой сигнал. В режиме первых трех часов во всех школах временно прекращаются занятия. Проверяются все схемы оповещения пропускного режима. Информируются родители о возникновении угрозы теракта. Уже далее привлекаются к работе психологическая служба. Готовятся копии паспортов безопасности школ. Во всех паспортах имеются чертежи плана эвакуации. Чтобы люди знали и предполагали, как все это происходит. Органы исполнительной власти призваны к постоянному информационному взаимодействию с аппаратом антитеррористической комиссии республики. Отделу МВД рекомендовано также в течение первых трех часов привести в готовность все силы и средства, обеспечить выполнение условий по пресечению теракта, усилить работу следственно-оперативной группы и группы немедленного реагирования. Организовать мероприятие по поиску террористов и пособников. Организовать выставление в окружении объекта образования в городе чистых усиленных патрулей. Среди первоочередных мер усиление охраны предприятий жизнеобеспечения, контроль за городским транспортом, патрулирование в общественных местах и на улицах. План действий представлен комиссией по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, вневедомственной охраной, МЧС и здравоохранением. Ожидается, что следующий этап командно-штабных учений будет уже практическим. Вы уже сейчас ознакомились и предоставили свои поминутные действия. На практике прошу, чтобы вы также поминутно все могли вести это в реальное действие, чтобы у нас не было никаких сбоев. Продолжение следует...